В российских теленовостях о подорожании не говорят, там совсем другая картинка. Грандиозные концерты, которые организовали по всему полуострову на этой неделе. На этих концертах должны были выступить и украинские, с позволения сказать звезды, отказались. Хотя отказались в последний момент. Хотя в России по-прежнему гастролируют и премии получают. Ну, в общем-то, война войной, а концерт по расписанию. Об этом Павел Мельник. Первое время оккупации. День России. Угнанный Крым мало того, что пляшет, так еще и зазывает на подтанцовку украинских артистов. Среди заявленных участников народный депутат и народная артистка Украины Таисия Повалей. С тех пор, как стало известно о ее намерении пять для оккупантов, на нее обрушился гнев политиков и журналистов. Мы очень давно подписали контракт об участии в этом фестивале. Музыка и песни, они наоборот, они должны объединять народы. Просто тая, просто тая. В итоге петь для оккупантов просто тая просто не решилась. Впрочем, как и объяснить причину. За звездную семью отдувался друг Павел Зибров. Они не знали, что будет День России. Они запросили на концерты, а когда узнали, что будет День России в Крыму, они отказались. Скажут, я не поеду на аннексованный Крым с концертом и стаясь по воде. Привет, мои любимые! Ничего личного, просто бизнес. Очевидно, так думала Аня Лорак, получая на одной из всероссийских премий награды самовары. В Украине ей потом объяснили, как родину любить. Это те самовары, да? Вы приехали показывать, как нужно зраджировать Баткевщину маленьким детям? Артисты такого талану, как Таисия Павелий и Аня Лорак, хотелось, чтобы они имели более выраженную гражданскую позицию. Аплодисменты! Свою гражданскую позицию показал и Потап. Взялся говорить от имени всех украинских артистов. Официально от всех украинских артистов. Россия, спасибо за то, что вы нас принимаете. А эти ночи в Крыму, теперь кому? Артистов с проукраинской позиции в России запрещают. Группами Нонграта уже стали бумбокс и океанельзы. На сегодняшний день мы заплановлены концерты российских форексов. Но мы вот и спеваем у себя. Мы сумленно выполняем пропозиции. Не очень-то и хотелось. В унисон подхватывают украинские артисты. Если у вас на 10 тысяч долларов будет меньше, я считаю, что это тоже ничего страшного. У нас были пропозиции выступить в Крыму, а именно в Севастополе. Мы отмолвились. И я думаю, что сейчас не время выступать на оккупированной территории. Не время для российских артистов и в Украине. С начала года отменили более 100 концертов. Юрий Гулевич, который привозил Тимоти, Валерию и Аллегрову, в этом году не привез никого. Наутилус, группа Алиса, Надежда Кадышева, Кристина Арбакайте. Самые громкие это отмены «Виртуозы Москвы» с Владимиром Спиваковым и Денис Мацуев. Шейман Спивакова! Шейман будет! Сначала Спивакова заклеймили позором в Нью-Йорке. А в Киеве люди подписали петицию с требованием вообще не приезжать. На плакатах фото жабы. Главная концертная площадка страны – Дворец Украина. С января по июнь прошлого года здесь выступили 25 российских артистов. В этом году за тот же период спел только один Григорий Лепс. Все довольны, все жмут руки, все счастливы, все благодаря, что я приехал. Лепс – скорее исключение. Теперь украинцы бойкотируют все российское. Не только товары, но и культуру. Но даже потеря зрителя не заставляет российских служителей мозг одуматься. Хорошо мог провести всероссийский ретерендум на предмет возможности ввода российского миротворческого контингента на территорию Новороссии. Мама, я не могу больше пить. Не то что пить, жить в новых условиях труднее всего тем российским артистам, которые ведут себя прилично. Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, все, кто высказывался против российской агрессии, теперь изгои в своей же стране. Даже больше ехать с концертами в Украину они тоже боятся. За это их гарантированно затравят в России. Если мы будем, как это было принято в советские времена, бездумно одобрять единогласно все, что власть за нас решает, мы однажды утром проснемся в такой заднице, что просто страшно себе представить. Я не в силах поддерживать этот обман, мама, я не могу больше пить. Вот так закончился один из последних концертов «Океана Эльзы». Юбилейный тур коллективу 20 лет, но за длинным рублем в Россию ни ногой. Украинские артисты-патриоты, кажется, вообще забыли о деньгах. В их гастрольных графиках бесплатные выступления перед военными в Донецкой и Луганской областях. Просто общение, 2-3 песни, поговорить, приехать, поддерживать. Я думаю, что это было бы не то, что кончится потребно нашим военностям, но хотя бы так. Что мы можем сделать? Павел Мельник, Виталий Коваленко, Владимир Самченко, Никита Исайко. Подробности недели. Телеканал Интер.